Здравствуйте! Газпром в 22-м году выплатил рекордные дивиденды своим акционерам. Акции у них падают в 22-м году, а вот дивиденды самые высокие. Как говорится, своих не бросаем. Другой вопрос, кто свои-то для Газпрома? Ну, наверное, вот вице-президент Газпромбанка Александр Гаранкин, который купил золотой паспорт Мальты для себя и для всей своей семьи. Верит в Россию? Видно сразу. А вот для ветерана боевых действий, человека, награжденного орденом мужества Дмитрия Архипова, у менеджеров Газпроминвеста совсем другой сценарий. Менеджеров этих мы давно уж называли, мы про них говорили. Это Денис Сивов и Кирилл Галышкин. По нашим данным, они за всем этим стоят. Они хотят землю, которая принадлежит Дмитрию Архипову, купить в 30 раз дешевле, чем ее кадастровая стоимость. Кадастровая, даже не рыночная. А сейчас уже не в 30 раз, а в 60, потому что цена кадастровая в два раза выросла. Это дело уже взял на контроль председатель комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Это ответ ему из прокуратуры, что дело на контроле. Изначально «Газпром» взял эту землю в аренду. Построили там компрессорную станцию, платили деньги за аренду. Но в какой-то момент кто-то решает в «Газпроме» заработать на этой земле. И издает указ, Минэнерго издает указ о изъятии земли для нужд «Газпрома». Замечательно. Хотите, берите, тем более у вас там компрессорная станция уже стоит. Изъяли, заплатите рыночную стоимость и пользуйтесь. Но заработать-то как-то надо, поэтому купить они ее решили в 30 раз дешевле ее кадастровой, не рыночной, кадастровой стоимости. То есть, в общем-то, забрать бесплатно, практически. Закон в этом случае на стороне Дмитрия Архипова и собственников. По закону они должны получить компенсацию за изъятую землю и за упущенную прибыль. Но вот интерпретация этого закона уже зависит от судов. И с судами вот что-то происходит. Знаете, может быть, тут «Газпром» виноват. Вот имя такое «Газпром». А может быть, менеджеры вот эти вот как-нибудь там подсуетились. Мы не знаем. Мы в этом деле разбираемся. Мы только пока что задаем вопросы, отправляем запросы. Хотим понять, почему так, почему человек, который воевал за Россию, награжден орденом мужества, должен доказывать в суде очевидные вещи. Почему закон работает в одном случае так, в другом так. Но почему первая инстанция, Сосновский суд, встает на сторону «Газпрома», говорит, все хорошо, действительно адекватная цена, в 30 раз дешевле, так оно и надо. Потом Дмитрий Архипов подает на апелляцию, не согласившись, конечно, с этим решением. Апелляция повышает цену, чуть-чуть повышает цену. Но тут уже «Газпром» не согласен. Они говорят, нет, мы столько не заплатим. Вот мы хотим 5 рублей заплатить, 5,5 точнее, то столько и отдадим. Вот это вот готово отдать в 30 раз дешевле. На тот момент, это уже в 60. Подают в «Кассацию» уже «Газпром». И «Кассация» возвращает все в апелляцию, во вторую инстанцию. Но пишет в определении, что «Газпром»-то прав. Итак, что такое поединок Давида Голиафа, то есть что такое судиться с «Газпромом», показал суд «Кассационной инстанции». Ну там, по большому счету, все видно из судебного акта. На наш взгляд, на взгляд редакции нашего экспертного совета, ну это вопиющее нарушение. То есть получается, любое арендное отношение, вот в случае арендатора, всегда можно приходить и забирать. Арендатор может забрать имущество у арендодателя со словами «Я у тебя давно его уже забрал». Ну знаете, это такое вот, даже такое не рейдерство в 90-х, это просто какое-то такое вопиющее нарушение Конституции. Когда ты просто можешь прийти и отобрать, пользуясь тем, что ты уже давно сам передал. На самом деле, нет нужды комментировать, насколько это необоснованно и незаконно. И тем более не сопоставимо вообще для правового государства. Ну и тем более для «Газпрома» очень странно поступать вот таким образом. Я прям удивлен. Это же, как помните, в рекламе «Национальное достояние». А национальное достояние что теперь? Отнять то, что плохо лежит? Очень удивило, сдав в аренду собственность в 2007 году, получает это в доход. И теперь суд решил, что у нас земли и нету, и не было, оказывается. И аренды не было, и ничего не было. 17 января состоится апелляция. Мы, наша редакция, конечно же, на ней будет присутствовать, и мы вам расскажем, какое решение. Но вот что-то мне подсказывает, дай бог, чтобы я ошибался, все опять будет в пользу «Газпрома». Дай бог, чтобы я ошибался. И эта история вот на этом суде закончилась хорошо. Мы сейчас во всем этом разбираемся, хотим понять, кто за этим за всем стоит. Потому что руководство «Газпрома», оно в этих сделках не участвует. Потому что для «Газпрома», для самой организации «Газпрома» эта сделка, она мелкая считается. Черным по белому написано. Подобные сделки не требуют одобрения коллегиального решения. Видите, чья подпись? Галышкин. Кирилл Галышкин. Большой фильм мы сейчас готовим. Мы ждем ответа на запросы, которые мы отправили в Генеральную прокуратуру, и в «Газпром», и в «Газпром Инвест», и в администрацию Сосновского района. Во все практически места, которые к этому причастны, к этим событиям, мы отправили. Мы ждем, что они скажут. Как после этого будет картина выглядеть? Потому что, ну понятно, где деньги крутятся, там и воры водятся. Но почему человек, который воевал за Россию, который награжден Орденом Мужества, должен доказывать, должен добиваться, чтобы закон, чтобы Конституция работала? Почему так происходит? А потому что, когда подобные менеджеры недоплачивают людям, таким, как Дмитрий Архипов, а их много по всей России, потом они получают премии новогодние. Хорошие такие премии. А потом на эти премии они покупают золотой паспорт Мальты. Как это сделал вице-президент Газпромбанка Александр Гаранкин. И не только Мальты, много замечательных стран, в которых можно любить Россию. Газпром позволяет зарабатывать таким людям. Фильм большой, который выйдет, я уверен, что он ответит на все вопросы. Кто за этим за всем стоит, кто в этом во всем виноват? Что за процессы, какие рычаги используются для того, чтобы это работало все так, как работает тут? Что кто-то наживается за чужой счет. Кто-то покупает паспорта Мальты, а кто-то должен ходить по судам и добиваться того, чтобы закон работал так, как он должен работать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok